Рыболовная рыба Постараюсь передать вам атмосферу дикой природы, таежной рыбалки, наш туристический быт и, конечно же, отличное настроение. Приятного вам просмотра, друзья! Едем на север. Не в сезоне, это когда уже холодно, но не совсем. Еще тепло, но не жарко. Ну вот, ребята, мы готовы к старту. Предстоит пройти сегодня порядка 200 километров на аэролодке Аллигатор. Сейчас Андрей прогреет мотор и поедем. Погода сегодня классная. Главное, что сука. Реки могут замерзнуть в любой момент. Позавчера было минус 20. Реку, куда мы едем, прихватило льдом в местах со слабым течением. Но сейчас оттепель, и мы с Андреем выдвигаемся на север Красноярского края. На аэролодке Аллигатор производство завода в Красноярске. Думаю, что это лучшая техника в это время года. По крайней мере, такая лодка и по воде, и по льду может передвигаться. Впервые еду на аэролодке на рыбалку. Конечно же, был небольшой опыт управления подобного судна, но в основном на водометах ходим. По пути на нашу таежную реку, по Енисею, попадаются навстречу такие суда с баржами на тросу. Видимо, с севера что-то привозят. Что меня удивило, это то, что аэролодка что вверх по течению, что вниз идет с равной скоростью, в отличие от водомета. Так как ею движет реактивная воздушная тяга. Например, лодка на винту или на водомете вниз по реке идет быстрее, чем вверх. Примерно на скорость течения реки. Шум в наушниках особо не напрягает. Я думаю, будет громче. Чтобы было теплее, Андрей иногда включал печь. Даже без кабины все равно становится теплее. Красота. Поздняя осень. Снег уже на деревьях. Что же ждет нас в верхах таежной реки, в горах? Какая мутная вода с реки выходит. Сейчас будем бензин прятать. Первую закладку, так сказать, на обратный путь. 50 литров бензина. Да, показываем где, потому что мы уже ее забрали. Надеюсь, никто не вытащит. Я пошел. Следы меньше оставляй. По снегу не ходи. Короче, оставляем бензин, чтобы на обратном пути был у нас запас. Ну, так, а я пока поставлю точку. Сохраним. То есть еще фотографируется, да, дополнительно? Да, я сфотографировал специально, чтобы потом, так сказать, по деревьям можно... Чтобы вот те кусты отличить от этих. Да. Ну все, двигаем дальше. Нет смысла весь бензин везти с собой. Например, лишние 100 литров на обратный путь мешаются, занимает место. И лодка без него идет легче. Когда пойдем назад, будем им дозаправляться. Перед порогами на высоком берегу реки стоит зимовье охотника. Сейчас за Гданием, может, кто-то уже заехал. Пойду, посмотрю, кто там у нас в избе. Кстати, лебедка. С помощью ее поднимают сюда лодку. В этой избе как-то раньше мне приходилось ночевать. Хорошая избушка, теплая. И ручеек рядом. Здесь обычно прячут продукты от животных. Избушка. Ночевал я здесь. Это вот мачта под антенну. Есть кто дома? Да, мы тут спали как-то. Никого. Пустая изба. Одеваемся потеплее и готовимся к сложному участку реки. Ну что, ребята, я, конечно, очень волнуюсь. Потому что мой первый опыт по горной реке. И сразу же вот такие вот условия. И осталось нам всего лишь 60 километров. Вот таких условий. Ну что, поехали? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Его button. Продолжение следует... Это аэролодка Андрея. Он уже второй сезон ходит на ней, рыбачит, путешествует. Но опыта хождения по горным рекам у него нет. У меня тоже присутствует некое волнение и легкая неуверенность, что мы сможем преодолеть этот каменистый участок в несколько километров. Но зря я волновался. Аэролодка идет уверенно по реке. Торчащие из воды огромные камни особо уж проблем нам не доставили. Идем прямо через булыжники, иногда острые, как бритвы. Благодаря защитной чешуе многие ошибки пилотирования прощались. Да, и управляется такая большая аэролодка очень хорошо. Высокая маневренность у аллигатора. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Устанавливаем быстрораскладную зимнюю палатку, собираем печь и будем готовить дрова для костра и палаточной печи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прям за палаткой в лесу нашли сухое дерево, нам на пару ночей дров как раз хватит Топор конечно не колун, походный, компактный, но вполне справляется с задачей Пол теплый решаю не стелить в палатке, снега немного, он растает, а под ним будут чистые камни Это лучше чем по сырой ткани ходить, где будут лужи от снега с сапог Проверено Вот печка затопленная Сейчас у нас там растает внутри весь снег, потому что палатка без днища Будет у нас там галька, галька камень А мы пока ждем пока Хариус подтянется С каждой минутой его становится на яме все больше и больше Сейчас снарядим снасти и будем кидать и ловить Андрей сейчас будет делать первые забросы на Хариуса Еще сюда никто из нас не кидал Посмотрим Ну вот ребята, первая рыба у нас за рыбалку Вот так что больше как раз Вообще огромный Вот начало положено Друзья, ну вот он, первый Я даже поклевку не видел Просто у меня поплавка что-то как-то притормозило Думаю, надо перезакинуть Достаю, а там вот что Ну Серега говорит, это вообще ни о чем, конечно, для этих мест Однако у нас на ужин уже будет Хариус Взял, кстати, вот на такую муху Перепробовал я уже два десятка мух Вот темно-синяя органза сработала Так что продолжаем Может что-то еще поймаем Супер Во Идем вверх за поворот на ямку Нам нужно поймать немного Хариуса на ужин И заодно проверим клев Короче, делали классные кадры подводные Как Хариус Там сопротивляется как он плавником своим играет И он у нас слетел Прямо уже начали тут обсуждать Отнятый материал Видимо не подсекся Ну да, ну и ладно, мы в принципе сильно не расстроились Потому что главное, что клюет, он есть И дальше ловим Здоровый был Вообще хороший Продолжаем Хорошего поймал Но этого не будем снимать, наверное, под водой Хороший Ну хороший Хороший Вообще Вот, ребят Вот такими мы сюда приехали Вот, какой Красавец Ну-ка, давай посмотрим на какую мушку взял Он еще за хвост поймался Это классно смотрится в снегу Короче, переколомил коричневую маленькую Нормально Вот такой вот харюзячка Харюзяка Все, у нас ужин есть Северный Да Пожарим двоих Класс Мелочи нет Только такие вот кабаны Это радует, конечно Завтра порыбачим от души Все, пора в лагерь выдвигаться Пошел снег Зима пришла Нежданно, негаданно Самое главное, что мы сейчас приедем У нас тепло Ой, там вообще кайф Обалдеть На нас надвигается снегопадище Из которого мы, кстати, уехали Он сюда подходит Обалдеть В общем, взяли две рыбки Пожарить Андрюх, что жарить будем или уху варить? Жарить Будем жарить Два хариуса взяли Нам хватит О, с икрой С икрой Что, мы же икру соберем? Икру, да, обязательно Есть Стаканчик Сейчас Рюмку О, с Олькой Сейчас сделаем Норм Начал процесс О, вторая красота А ну, уху, завтра поймаем Да, сюда Пожарим Завтра Вечером 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 Кто-то делает Да Печка прям Пышет У Сереги Ты, оказывается, все серьезно Вот такая сковородка Квадратная Как раз Керамическая, да Какая-то у тебя Включище Больше бы поймали Сегодня Вот так То вот так вот Было бы Да, сейчас кусочками Нарезал Нарезал кусочки А так Солил Отрезаешь бушку И хвост И вот так Четко они Да, кстати, удобно Вот так Вот у нас тут свет горит Сохнут Куртки Вещи Перчаточки Можно еще тут Что-то наложить Ох, ребята Свежак Еще шевелит Смотрите Смотрите, смотрите Харри Шевелит еще Это да Это да Но Он еще плывет Всем приятного аппетита Кто полез в холодильнике Это моя коронная фраза А это побольше лучка, да? Тоже любишь лук Ребята, мы не со зла А мы просто делимся Тем, как мы отдыхаем Вот И желаем вам Точно так же отдыхать на природе В хорошей компании Рыбу не важно Клюет, не клюет Главное Компания, природа И не болейте Сегодня на ужин у нас Вот такое блюдо Слава Богу Что не гречка Да Это не гречка Это жареный хариус А гречку Потом оставили На всякий случай Но мы были очень близки Что сегодня Может могла быть гречка Да Она смогла постигнуть Участь Но мы ее избежали А вот так просто раз И добавляешь, да? Все Ой, ребята Эхо, которое ушло Наверное Невкусный был Хорошо, что он ушел Самые вкусные остались здесь Да Вот они Ночь была спокойной Тепло Пару раз подкидывали дровишек в печь Медведи и волки не приходили Доброе утро Андрей Уже рыбачит с утра пораньше Я пойду умоюсь Серега проснулся Оролодка у нас вся обледенела Вот Вчера что Дождь Мокрый шел Какой-то снег Вот Все здесь замерзло Не знаю как это все Будем отшкрябывать Прямо рыбачим в облаках Как ежики в тумане Такая тут установка силовая Редуктор Ринт Аэролодка Основное ее назначение Это комфортное и безопасное передвижение по горным и мелководным рекам Любое время года Сколько там осталось Там в баке видно что-нибудь? Он показывает ноль Но уже Час прокатались нулем Сухо показывает Сухо? Такое оно то На воздухе ездит Запуск Все Погнали рыбачить Ведь день совсем короткий Нужно успевать Первый утренний улов На крючке Так спать Знаешь Почему пока не улов? Что это вчерашний? Вчерашний, но Давай посмотрим на какую муху взял Внимательно раз За кило явно Однозначно Получается красно-желтая Он же красный На верхнюю На верхнюю Ну друзья Как вам экземплярчик? Насколько по вашему тянет? Да Илья Плачешь Да? Вообще Такой красавчик Вот за такие мы и приехали Мы сюда Даже сейчас шапку сделаем Все нормально Все нормально С этими камерами Вот так бывает Снимаешь Снимаешь Отвлекаешься А она Сходит А вот она причина Почему у меня сошел сейчас Хариус Вот это сломалась мушка Прямо Жало отвалилось Вот и вовремя я заметил Сейчас заменю ее Вот такую муху решил поставить Полосатую Желтая Серо-зеленую Вот Очередной Хариус Что-то какой-то не очень Продолжаем рыбалку На Хариуса Клев Вялый Приходится его уговаривать Нет-нет, да клюнет Так, ну Хариуса в курсе Кто здесь хозяин Кто здесь был неоднократно Нет, не такой уж и большой Но все равно Но все равно Смотри, что без руки мы не останемся Не, на уху-то мы давно наловили Да Мы еще на жареху наловим На желтенькую На желтенькую, да? Вот Что я сейчас поставил Нижняя желтая муха, да? Серега обеспечивает контентом Сегодняшнее видео Хоть кто-то Оставщик Контент Серега все ловит Вот Я тут пытаюсь Мух подобрать Я вот такой вот Ящичек Вот Это кембрики Мухи Ну, пока ничего такого Ловчего Поставить не могу Пью чай Вот И у нас уже Что мы тут прокатились Полчаса И у нас Половина кана Набит Ну, это Серега основу Понимал Он-то профессионал Знает куда кидать А я еще учусь Ну, ничего Научимся Природа шикарная Вообще Как говорится Рыбу нужно искать И рыбачить Нужно уметь Будем стараться Хотя нам и так Рыбы хватает Уже Так Ну, что это у нас Сегодняшний улов Самый крупный на сегодня Это вот такой вот Монстер Как сказать Хе-хе Офигеть Хороший Чернышин Ну, а этим уже Чуть поменьше Ну, нам наушицу хватит Да я думаю Даже и пожарить хватит Ну, а мы поедем сейчас Выше по реке Там я еще ни разу не был Называется второй порог Вот посмотрим Может быть там Рыбалка будет поинтереснее Когда поднимались вверх Нам встретились ребята Они рассказали Что за второй порог Сейчас очень тяжело идти Воды мало Камни острые И даже одна аэролодка Порвалась у них Поэтому без фанатизма Будем пониматься По мере возможности Так как мы на одной лодке Если что случится Помочь будет некому Например Эвакуировать Или ремонтировать Не хочется Отличная река для тренировки техники вождения Андрею будет полезно Набраться опыта и умения Пригодится Постепенно я понимаю Что для этой аэролодки Преград практически здесь нет Только камни Высотой от полуметра Если налететь на них То можно перевернуть лодку И то нужно постараться Это какой-то вездеход На ней Хоть по берегу иди Что еще проще будет Да Честно говоря На водометной лодке Я бы здесь точно прилип Спотел бы Неслабо Особенно вниз Когда пошел По рассказам рыбаков За порогами Река становится спокойной Так называемые тиши И вся рыба сейчас именно там Пока она не начала скатываться Редактор субтитров Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... Уже вечереет, пошли огромные валуны, и мы принимаем совместное решение о начать спуск вниз и порыбачить. А вниз еще проще оказалось. Камни тормозят лодку. Ее течением реки не разгоняет. Сбросил газ и остановился в нужном месте. Повернул руль и объехал камень. На водомете так не получится. Там нужно идти без остановок, ловко маневрируя между камнями. Не разгоняйся, не разгоняйся, ползи. Пускай камни нас тормозят, на порог хорошо. Ну вот, ребята, поднимались по порогу и решили порыбачить. И практически на каждом забросе у нас вот такие вот порезья там хорошие. Нашли хорошее перспективное место. Слив и ямка за ним. И ловим хариуса. Наша снасть называется балда, тиролька. По-разному. Груз – это тирольская палочка в виде трубки из пластика со свинцовым грузом внизу. Тиролька с воздухом как бы немного всплывает и реже застревает между камнями, в отличие от обычного груза. Выше тирольской палочки на отводных поводках находятся две-тремушки. Далее поплаву с регулировкой глубины. Сейчас осенью это самая уловистая снасть. Ну и просто удочка с мухой тоже ловила бы. У нас нет ее с собой. Ребят, нашли нетронутое место. Сюда никто не забирался из водомоторников. Потому что на водомете крайне сложно это сделать. И клюют просто на каждом забросе. Кайф вообще. Просто кайф. Хорошее место мы нашли. Сначала Серег Сашу, а потом взял. Что, какая рыжая? Ловлю вот на такую желтую муху, на переколомину. А вот эта полосатая, пока поклевок не было. Так, видишь бы по-хорошему просто удочку и муху. Но у меня удочки нет с собой. Поэтому киролькой. Опа! Маленькими туда кинул. Посмотрим. Маленько, показалось. Переброшу. Вот он. А этот небольшой. Таких мы отпускаем. Иногда попадался совсем мелкий. Отпускаем. Такого отпускаем, конечно. Какие-то мелкие стали. Все, поехали дальше. Здесь клев закончился. Очень плохо, когда лодку иногда ставят боком поперек реки. Этого допускать нельзя. Ни в каком случае. Так как ее легко можно перевернуть течением воды. Сейчас газует туда. Вот такая здесь красотища. Первый снег. Перекатики. Хочу половить хориоза. Наверное, вон туда попробую покидать. Иду, иду, рыбачу. И тут я вспомнил, что сейчас медведи начинают наедать, так сказать, жирок. Вот. И что-то страшно стало. Вот такой берег. Здесь тайга конкретная. Они, наверное, скоро уже укладываться будут в берлогу. Поэтому наедаются. Приятные вечерние хлопоты после рыболовного дня. Костер, печь, приготовление ужина. Сегодня мы приготовим уху на костре из хариуса. Пожарим рыбу. В общем, как в ресторане. Только вкуснее, потому что все свежее. Мы делали вообще сварить, потом еще кости вытащить. Разделение труда. Я чищу картошку, Андрей, рыбу. Все предели. Тут все идет по фаншую. Платик будет. Платик. Зелень. Красота. Вот, ребята. Сегодня, надеюсь, у нас, как и вчера, ужин удастся. Потому что у нас сегодня будет ушица. Не просто ушица. Настоящая уха на костре. Картошечки добавили. Сейчас закипит. Добавим рыбки. Вадим туда горящую деревяшку. Еще добавим для вкуса. Так, ну и что, добавляем зелень. Уха почти готова. Последние ингредиенты. И будем употреблять. Да, ну варистая. Ну, конечно, блин, два хариуса полкилограммовых. Сейчас настоится еще. Будем кушать. Это вообще все готово. Ну что, пробуем. Ух. И жусь отдыхает. Хороший земной. Ну что ж, ребята, у нас сегодня третий день путешествия по Дикой тайге. Вчера мы порыбачили неплохо так. Покатались по порогам. Сегодня предстоит нам с Андреем пройти в районе 200-200 километров по воде. И вот с рук нам 300 километров на машине. Классно отдохнули. Палаточка нас выручила. Печку растопили. Всю ночь тепло было. Сейчас мы ее соберем быстренько. И на нашей чудо-лодке, которая, ну, реально едет как танк. Вчера, когда поднимались по камням, я даже сначала, ну, не подозревал о его возможностях таких высокопроходимых. Теперь зато я спокоен. И Андрюха опыта подобрался. Опыт набирается на горной реке. Именно на такой каменистой, небольшой реке, где она безопасная, но в то же время нужно маневрировать через камни. Субтитры сделал DimaTorzok. При спуске вниз есть пару проблемных мест. Это узкие проходы между большими камнями. Лодку следует направить четко в этот проход. Так ничего страшного. Вот видишь, проход он есть. Вот, прямо. Вот, прямо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Ребят рыбалка-то у нас только начинается. На Блесенку. Леопард. Леопард. Это квалишной леопард. Но, к сожалению, запрещен. Отпускаем. Поймал, отпустил. Ну, очень красивая рыба вообще. У меня, кстати, тоже выход был. Вот это примерно такого же размера. Вот, ребята, какая суровая техника здесь. А это техника местных жителей из деревни Староверов. На этих лодках ребята ходят вверх по реке на охоту и рыбалку. Отходит к завершению наше рыболовное путешествие по горным рекам севера Красноярского края. Порыбачили, покатались, отдохнули. Спасибо, Андрею, за компанию. Да тебе спасибо. И экстрим, и рыбалка, и уха, и пожарили рыбы. Да, и у костра посидели, и все. В общем, все было насыщенное, так сказать, времяпровождение. Все, до новых встреч. Буду рад новым зрителям на моем канале. Подписывайтесь, пишите мне вопросы в комментариях. Спасибо за просмотр. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова